Дмитрий Моисеенко Дмитрий Моисеенко Дмитрий Моисеенко свойством задерживать ультрафиолетовые лучи. И это позволяет избавиться от некоего такого налета синевы в кадре, который мы получаем, снимая с защитным фильтром. Вторым и, наверное, самым важным фильтром, который я вожу с собой, это поляризационный фильтр. Он состоит из основного кольца и вращающегося кольца. Когда мы вращаем одно кольцо относительно другого, мы изменяем поляризацию проходящего света. Для чего это делается? Я не буду вдаваться в физические подробности, но если мы накрутим этот фильтр на объектив и посмотрим видоискатель и покрутим кольцо, то мы заметим, что в момент вращения небо меняет свой оттенок. И из, например, такого мутно-голубого оно становится ярко-синим. И это очень сильно позволяет увеличить впечатление от кадра, усилить. Если на небе есть облака, то они становятся ярко-белыми и очень хорошо выделяются на фоне неба. Также поляризационный фильтр позволяет бороться с отражениями. Например, в окнах машин или на водоемах. Когда нам надо избавиться от паразитных отражений, то с помощью этого фильтра мы от них избавляемся. И этот фильтр я использую очень часто, иногда я его просто не снимаю в течение дня, потому что всегда хочется иметь яркое небо, которое сильно отличается от того, что доступно нашему фотоаппарату без этого поляризационного фильтра. Сегодня мы говорили с вами про различные фильтры, защитные фильтры, поляризационные фильтры. С вами был фотограф Дмитрий Моисеенко. До новых встреч! Дмитрий Моисеенко